Hello guys! I hope that you are doing fine today. This is Julie, and today I'm going to talk about the Yoda language. Yeah, this is the copyright. Copyright attended. I actually made it up, sorry. Мы знаем Yoda. Yoda это прекрасный мастер-джедай. Is it what he is? Мы все знаем, что он очень интересно звучит, когда он разговаривает. Очень напыщенно, очень мудро, потому что он такой мастер, и он знает, как всех научить, как быть настоящим джедаем. And stuff like that. So, how does he actually do it? Он это делает, и так звучит, потому что использует определенный порядок слов. Не такой, который должны использовать мы с вами. What am I talking about exactly? И как же Yoda связан с нами? С людьми, которые хотят изучить английский язык и научиться на нем говорить естественно. Мы похожи на Yoda тем, что очень часто путаем, в каком порядке должны стоять слова. This is what I'm going to talk about today. Я знаю очень многих людей, которые в резюме у себя пишут английский уровень разговорный. Can you imagine that? Like, разговорный or conversational English is like the highest level that you can achieve. Это не тот английский, который типа... Do I come to this room? Come, this room? Come, I. At ten. A.M. To meeting. No, it's not that. It's not... It's like it's so far from conversational English. Это не тот разговорный язык, это полуанглийский язык, это русский English. Мы должны отойти от него. В чем здесь проблема? Вы можете знать миллионы тысяч слов, вы можете знать всю грамматику, но если вы ставите не в том порядке какие-то элементарные слова, то, в общем-то, это вам не поможет. Йода делает это с умом, мы делаем это в большинстве случаев без ума. Мы все знаем, что после подлежащего, это у нас предмет, который совершает действие, идет у нас сказуемое, это само действие, которое совершает предмет, то есть подлежащее. А вот после этого у нас как-то картина такая очень мутная, и мы не представляем, что поставить после. Давайте сегодня поговорим про все остальное. Все остальное, что стоит за сказуемым или перед подлежащим. А может быть еще и в середине. Oh my god! I was at home yesterday. I was, we can't change anything in there. Right? Это подлежащее и сказуемое. At home and then yesterday. So basically, first of all we say where we are, and secondly we say when it happened. Место, время. That's it. Что мы можем поменять в этом предложении? Мы можем переставить yesterday в начало, как очень часто можно сделать со словами, которые указывают на время. Yesterday I was at home. And it's totally fine. Единственное, что вы делаете здесь, вы подчеркиваете yesterday, что это случилось именно вчера. Что мы не можем делать? Мы ничего не можем сделать с at home. Потому что если мы скажем Если вы не смотрели Звездные войны на английском языке, I mean To sum it all up, мы должны помнить, что сначала у нас идет подлежащее, предмет, сказуемое глагол. Потом у нас идет место, а затем уже время. The second thing. Когда у нас несколько существительных после сказуемого? Например, Yesterday I sent a letter to my friend. У нас здесь есть a letter и есть my friend. Что делать? Как понять, что сначала ставить и можно ли что-то менять? Здесь нужно понять, нужен ли нам какой-то предлог, чтобы связать глагол, действие и существительное, которое идет после него. Например, I sent a letter. I mean, it's obvious that we don't need it. Здесь нет никакого предлога. Поэтому мы ставим его сразу после глагола. Потому что ничего не мешает. Они близки. They are very close. Don't separate them. Come on. Но для того, чтобы привязать ко всей этой конструкции my friend, нам обязательно нужен с вами предлог to. Именно поэтому мы не можем его поставить сразу. Сначала идут самые близкие люди. The nearest and dearest. Те, с которыми нас ничего не разделяет. В данном случае это a letter. А потом... Friends, but not too close. Okay? Know your limits. Right? Это в нашем случае есть friend. Потому что он отделяется от глагола предлогом to. Yesterday, I sent a letter to my friend. This is the only way that you can say that. All right? Итак, что мы сегодня узнали? Я надеюсь, запомнили. Первое. Сначала мы говорим, где что-то случилось. А потом мы говорим, когда это случилось. Есть некоторые случаи, когда мы можем представлять это когда в начало. Когда у нас с вами есть близкие, немножко отдаленные дополнения, или существительные, которые идут сразу после действия, сначала мы ставим то существительное, которое по-настоящему близко. All right? Very close. Very close. То есть, которое идет без предлога. И потом же у нас идет все, что употребляется с предлогом. Все, что связывается со сказуемым предлогом. All right, guys. Thank you for your attention. It's not like I'm giving a presentation. I'm not. Thanks, guys, for watching my video. I really hope that you found it helpful. If you did, please subscribe and leave a comment with your suggestions of what can be useful for you. Like my video if you did. You know what I mean? Be honest with me. Like, but don't hit the dislike button. Who needs negativity in their life? You don't. All right? Just go away. That's it. Не забывайте, что есть еще инстаграм. Иногда я дублирую там темы, чтобы раскрыть их побольше, чтобы дать больше примеров. В общем, загляните. Вам понравится. All right. See you soon, guys. Bye-bye.